Приветствую вас на канале Studio San 52, дорогие друзья! Сегодня я с вами хочу поговорить о новом усилителе в линейке Dive от компании Dynamic State. А кто не знает, что такое линейка Dive? Это линейка, которая специализируется на производстве и продаже качественных штатных решений для многих автомобилей. И вот они недавно выпустили усилитель, о котором я с вами сегодня хочу поговорить. Усилитель непростой, поэтому потратите буквально 5-6 минут своего времени. Возможно, вам он пригодится в вашем автомобиле. Тем более, стоит усилитель недорого, всего лишь 11 350 рублей. Сегодня я начал с цены, чтобы сразу все понимали, сколько эта вещица стоит. Стоит эта вещица у меня вот здесь, справа по боку. Именно о ней мы сегодня будем разговаривать. Стоит отметить, прежде чем я начну распаковку этого чудо-юдо, эта вот вещица разрабатывалась на протяжении двух лет компанией Dynamic State. Было куча тестов, были разные решения. И вот это то, что до нас доехало в таком виде, в каком оно есть. Это четырехканальный усилитель, но необычный четырехканальный усилитель. Давайте мы его вскроем и посмотрим. Хотя я даже не буду вскрывать, я сначала прочитаю, что написано на коробке. Специальный суперкомпактный усилитель для скрытого монтажа с возможностью подключения к штатным аудиосистемам. Вы понимаете, что это значит? А это значит, что вот в этой классной, красивой черной коробке находится суперкомпактный усилитель, как написано на коробке. Это вот такой маленький усилитель, размером он помещается мне на ладошку. То есть его можно ставить куда угодно. Но ставить вы его будете за магнитолой или максимум в метре от магнитолы. Потому что в комплекте есть вот такой разъемчик, который у нас значит подключает вот эту штуку. Также интересная вещица в комплекте мне понравилась. Это кусок тканевой изоленты. Никто еще, мне кажется, в мире не клал в комплект усилитель тканевую изоленту. Но здесь она в принципе понадобится, здесь и самое место. Еще есть фишечки с RCA разъемом. Первый вопрос, на который стоит ответить, зачем вот эта штуковина вообще нужна. Ответ очень простой. Современные реалии автозвука диктуют нам такие правила, что многие автовладельцы пользуются андроид-устройствами в своих автомобилях. И хотят себе более качественного звука. Даже не более качественного, а более громкого звука. Потому что современные андроид-устройства обладают уже хорошим звучанием. А вот мощности там для некоторых не хватает. И нам на помощь приходят именно вот такие вот прикольные решения, которые мы можем поставить либо под сидение, либо в парприз, в бардачок, да куда угодно мы можем поставить. Главное, чтобы это было недалеко от магнитолы. Не было кучи проводов по салону. И вот эта вещь нам в этом поможет. Далее давайте мы теперь кратко разберемся, как вообще этот усилитель у нас работает. А дальше мы уже пройдемся по характеристикам и по его настройкам. Ну все-таки самое интересное для вас, как подключить это чудо. Первое. Берем, значит, усилитель. В комплекте у нас идет вот такая фишечка с ISO-разъемом универсальным. Что мы делаем? Вот эту белую фишку мы, значит, втыкаем в усилитель. Воткнули. Вот эти две фишки мы втыкаем в наше головное устройство на базе Android, допустим. А вот это мы уже втыкаем к штатному разъему в автомобиле. Все. У нас, в принципе, готовое подключение есть. Усилитель при таком способе подключения отдаст нам всего лишь 40 Вт мощности. Но зато эта мощность будет реальная и чистая, что уже в два раза больше, чем от любого головного устройства, в принципе. Также при этом типе подключения мы можем подключить к этому усилителю еще один усилитель дополнительно. У нас для этого есть здесь RCA-выходы. По ним же, по этим кабелям мы можем подключить усилитель. Вот четыре у нас RCA-шки, это идет для подключения. И две RCA-шки у нас остаются, чтобы идти дальше на следующий усилитель, допустим, если нам нужно поставить дополнительно сабвуфер еще. У нас есть выход на усилитель. И ремоут есть же здесь. Выход ремоута. Вот этот первый случай подойдет для тех, у кого стоит штатная акустика. И нужно просто немножко увеличить громкость этой акустики. Если у нас вдруг стоит акустика нештатная, допустим, либо компонентная, либо эстрадная. И нам нужно больше мощности, и нам 40 Вт недостаточно, то мы что делаем? А вот к этим проводочкам, желтым и черным, мы приматываемся вот к этой красочной красивой изолентой. Питание дополнительное. Берем мы его с аккумулятора. И получаем уже на выходе не 40 Вт, а 65 Вт. Что, в принципе, достаточно для большинства компонентной акустики. И для каких-то эстрадных динамиков, которые по 100 Вт мощности, тоже, в принципе, нормально 65 Вт будет. При этом усилитель у вас стоит за магнитолой, либо в бардачке. Классно? Очень классно. Что мы имеем здесь по настройкам в этом усилителе? Здесь есть панельчика, вот такая, на которой у нас имеется гейн и HPF. Все, здесь, в принципе, ничего нет. Ну, соответственно, гейн для первого-второго канала и гейн для третьего-четвертого канала. А мы можем запускать их либо в полную полосу, вот здесь есть переключалка, либо резать от 60 Гц до 3 КГц. Ну, то есть, от 3 КГц мы можем срезать динамики. То есть, в принципе, не знаю зачем, но можно на пищалке его поставить. В принципе, это не потребуется. По фильтрам здесь все. А, в принципе, больше ничего и не нужно. Также в этом усилителе, соответственно, хоть он и компактный, предусмотрены все защиты, которые существуют в обычных усилителях от компании Dynamic State. Это и по перегреву, и по питанию, и так далее. Для тех, кого интересуют цифры, мы заглянем специально для вас в руководство эксплуатации, в котором у нас цифрики, соответственно, эти прописаны. А мощность RMS у нас в 4 Ома 65 Вт, как я уже сказал ранее. Но это при подключении до питания, опять же. Физику не обмануть, и вот по этим тоненьким проводочкам у нас много мощности не появится. При 2 Омах мы имеем здесь 80 Вт на канал. Как вы знаете, во многих автомобилях может стоять 2 Омная кустика, либо 3 Омная. И мостом мы на... Два канала мостом имеем по 120 Вт. Уже, в принципе, очень даже неплохо. То есть, если мы подключаем, допустим, компонентку спереди, какую-нибудь хорошую, а мы просто кидаем мост, и все шикарно у нас будет. И остальные характеристики, я думаю, 99% пользователей не нужны. Но если они вдруг вам понадобятся, вы всегда знаете, где их найти. Заходите на сайт studiosound.ru, ну, либо уж на сайт производителя. Зайдите, там все эти характеристики есть. Чтобы видео не делать вот таким вот длинным, мы их тут озвучивать сейчас не будем. Также в руководстве пользователя очень подробно вот здесь нарисовано, как подключить усилитель, если вдруг вы сами не разберетесь, как это сделать. Итак, я думаю, можно подвести итоги. Первый, это честная, реально заявленная мощность. Второй, это хорошее качество звука, вот даже в таком форм-факторе мы имеем. Третий, это самый компактный размер, который только есть в данном тип исполнения усилителей. Четвертый, это наличие кроссовера в данном усилителе. Хоть он и компактный, кроссовер здесь все же имеется. И пятое, это универсальная возможность подключения данного усилителя. То есть у нас здесь есть несколько вариантов. Либо через ISO-шки, либо через RCA-шки мы его можем подключить. И стоимость данного усилителя, еще раз повторюсь, 11 350 рублей. Ну и, наверное, стоит подытожить, опять же, севролика, к кому он подойдет. Я хотя бы это много раз сказал, но еще раз повторюсь. Подойдет он тем, у кого есть либо штатное головное устройство, либо устройство на андроиде. То есть мы подключаем напрямую к магнитоле, кидаем в зам магнитола, либо в бардачок. Получаем 40 ватт. Если мы дополнительно сюда подключаем еще питание, мы получаем 65 ватт в 4 ома. И получаем мощную звуковую систему в автомобиле с любыми динамиками. Классно? Очень классно. На этом все, ребята. Если у вас остались какие-то вопросы по этому усилителю, обязательно пишите в комментариях. Звоните нам, заходите на наш слайд, заказывайте. Всем спасибо за просмотр, всем пока.